Месяц назад я сформировал портфель 100 тысяч рублей, который я показывал. Максимально сбалансированный портфель, 50% в рублях, 50% в валюте. И каждый из этих частей 40% в надежные инструменты, 60% в акции. И этот портфель, как я считаю, что подходит многим-многим начинающим инвесторам. И давайте посмотрим, прошел месяц, что стало с этим портфелем. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я посмотрел, окончательно портфель был сформирован где-то 3 марта, то есть практически месяц назад. Сегодня 1 апреля. И давайте посмотрим, что же произошло с этим портфелем. Вот сейчас мы видим самостоятельную торговлю RF и EIS. Это именно тот счет, на котором был сформирован тот самый портфель 100 тысяч рублей. И здесь давайте посмотрим за месяц. Ровно месяц прошел, что произошло за месяц. Ну, за месяц мы наблюдаем какой-то рост, который показан. На самом деле, мне кажется, что он не совсем отражает. Рост немножечко меньше, если честно. Но давайте посмотрим уже конкретно на акции, которые мы приобрели. И что с ними стало. Переходим в режим терминала и смотрим. Ну, мы начинали формировать его с долларовой части, с акций в долларах. И давайте поэтому посмотрим именно с этой точки зрения. Мы его сформировали, ну, там по особым принципам. Вы можете посмотреть вон там. Там находится весь плейлист со всеми видео. И сейчас мы находимся на счете долларовом на Санкт-Петербургской бирже. И я отсортировал их по проценту активов. То есть, по проценту вложенных средств. Первое. The Hartford Financial Services компания. Посмотрите. Вот здесь, на этом уровне мы ее купили. Ну, мы видим, что она выросла. Причем это самый большой процент в портфеле. 13,78%. И она больше всех выросла. Ну, пока я еще не собираюсь. Тут всего одна акция. Пока я еще не собираюсь делать ребалансировку. Просто посмотрим на состояние портфеля. Это было в конце февраля. И он вырос. Ну, вообще великолепный результат. Это говорит о том, что хорошую акцию мы купили. Следующая. Lumen Technologies. Вот как вела себя Lumen Technologies. Так, все-таки, наверное, 4-часовой график надо сделать. Хотя нет, пусть будет. Вот Lumen Technologies. Мы купили где-то здесь тоже в конце марта. И вот он вырос. Потом немножечко упал, отжался. Значит, снова вырос. Вот. Следующая акция, которая есть. Пульты групп. Тоже выросла. Вот где-то мы ее здесь купили. Она сразу упала. Потом выросла. Потом снова упала, выросла. И дальше продолжился рост. Прекрасный результат. Вы скажете, а что-то упало. Упало что-то. Упало. Вот. Значит, смотрите. Sanofi. Вот. Мы Sanofi купили тоже где-то вот здесь. Вот. И, значит, Sanofi сразу тут же упала после того, как мы ее купили. Но через некоторое время она выросла. Сейчас в хорошем плюсе. Ну, по техническому анализу многие скажут, что пора продавать. Я брал надолго. Я не хочу вас как бы вынуждать продавать, там, суетиться. Но не исключено, что мы его когда-то продадим. Следующая. Norton LifeLock. Аналогичная ситуация. Сразу упал, потом вырос. ОН Семикондакторс. Вот с ОН Семикондакторс нам не очень повезло. Потому что, смотрите, он упал, потом вырос, потом упал. Долго держался практически все время. И только сейчас, вот последние два дня он в плюсе. А так было в минусе. Карьер Global Corporation по добыче материалов. Ну, здесь все хорошо. Значит, она очень недолго в минусе была в коррекции. Все в плюсе сейчас. Ньюэл Брандс в плюсе. Аналогично все. Energy Transfer LP. Сразу ушло в плюс, но потом немножечко скорректировалось. China Life Insurance. China Life Insurance как раз наоборот. Она упала, потом поднялась до того уровня, где купили. Но снова упала. Это китайская компания. Ну, в Китае вы знаете, что недавно сильное падение было. Поэтому, ну, вот так вот. Вот китайская компания упала. Ничего не могу сказать. Дальше. Host Hotels and Resorts. Ну, это вообще акции, которые куплены, скорее всего, надолго. Потому что это индустрия отдыха. В надежде на то, что она начнет расти, когда будет открываться границы. То есть, ближе к лету они начнут расти. Я надеюсь, то есть, продавать я их не собираюсь. Я думаю, что они на минимальных уровнях сейчас находятся. Вот они падали в период пандемии в прошлом году, в марте. И только-только начинают подниматься. Потому что, ну, потенциал роста, я считаю, большой. Потому что будет подъем, во-первых. Во-вторых, деньги напечатаны. Так, следующее. Виатрис. Это наша самая большая боль. Потому что, как только мы ее купили, буквально на следующий день она грохнулась и не поднималась. Почему грохнулась Виатрис? Потому что по Виатрис вышел такой не очень хороший отчет. Додовой они выпустили, что, в общем-то, ниже, чем оценки оказалось. Хотя, всегда, прежде чем выпускают отчет, предварительные оценки говорят, заниженные специально. И в отчете оказалось цифрой еще хуже. Поэтому вот такое резкое падение от компании Виатрис. Это фармацевтическая компания, которая откололась совсем недавно. То есть, она совсем-совсем недавно создана, а откололась от компании Pfizer. Вот. У нас одна акция от нее. Ну, 4 доллара убыток. Вот. Дальше Ford Motor Company. Это сектор циклических товаров. Ford Motor Company у нас подрос. Ну, потом скорректировался немножечко. Сейчас в плюсе. Korea Electric. Вот. Electric Power Company. Ситуация, ну, тоже не очень хорошая. Смотрите. Сразу после покупки, как и практически другие акции, она упала. И долго держалась снизу. Потом выросла. А потом снова упала. Ну, то есть, как-то балансирует вокруг одного и того же положения, на котором мы ее и купили. Что в результате? В результате следующее. Балансовая стоимость 445,98, 488,56 по акциям американских компаний. То есть, в общем, портфель в американских акциях вырос. Теперь смотрим, что с рублевой частью. С рублевой частью здесь немножечко сложнее все, потому что сверху вот эти вот три штуки – это защитные активы, так называемые. Они все у нас в рублевой части. И вот он – это всепогодный фонд от брокера «Открытие». И мы его уже покупали вот где-то здесь. Ну, то есть, в принципе-то он подрос, насколько я понимаю. Потому что мы в последнюю очередь покупали как раз рублевые всякие вещи и облигации. То есть, рублевый фонд, он подрос, и туда было вложено 23 394 тысячи. Ну, в принципе, это долларовая часть защитного актива. Ну вот. Но он котируется здесь в рублях, и он на фондовом рынке. Поэтому мы вкладывали, вот здесь видим, доллары. 1,13 долларов. Но он пересчитывается все в рубли, и здесь в рублях весь пересчет идет. Вот таким образом. Дальше. Дальше у нас 2 защитных инструмента в рублях. То есть, мы защитные инструменты в рублях разбили, 40% рублевой части разбили на долгосрочную бумагу, которая практически очень малоликвидная. То есть, 16 акций мы купили за 95% от их стоимости. И, в принципе, по этим акциям ничего нельзя сказать. Здесь формально написано минус 2384. На самом деле, погашение через 5 лет. Вот тогда и посмотрим. Вот. ФКИ ОП. Ну, это фонд, который опирается на ETF от компании Societe Generale. Посмотрим сейчас, что с этим фондом от компании Societe Generale. Давайте посмотрим прямо сейчас. Так. Вот здесь вот мы посмотрим его. Вот так вот попробуем. Он был куплен по цене примерно, я говорил, 178, когда организовывалась эта нота. Сейчас у него 173,69. Он немножечко в просадке. Вот. Собственно говоря, вот и все. Это нота, которая вот куплена у нас. Она даст либо 100% денег мы возвращаем себе. То есть, там гарантия 100% защиты. Либо, если этот фонд вырастет, то мы получим 180% от роста этого фонда. То есть, в 1,8 раза мы получим прибыль больше, чем дал бы нам вложение в фонд. То есть, здесь 100% защита и 180% от роста. Это вообще шикарный инструмент, но на 5 лет. Вот. Теперь следующий инструмент. Это FXRV. Это ETF тоже на акции глобального рынка. И, насколько я понимаю, он просел. Да, минус 76 рублей 55 копеек. Вот здесь вот мы его купили. Вот здесь вот мы его купили. А где мы его купили? А почему он так? Ну, где-то... Не знаю, почему мы его здесь купили. Но он показывает, что вот немножечко в просадочке. Это нижняя желтая линия. Это у меня куплен он на другом счете. То же самое. Теперь дальше. Смотрим. Тоже отсортированный по проценту активов. Акции. Акрон. Долго держалась на одном уровне. Выросла. Насколько я помню, химия. Магнит. Ну, вырос сразу. Яндекс. Болтается вокруг одного и того же места. Это не обращайте внимания. Это у меня на другом счете. Здесь рост в стопроцентный. Ну, больше, чем стопроцентов. А на этом счете Яндекс пока болтается на месте сейчас. Фосагра. Болталась на месте. Было в минусе. Сейчас в плюсе. Газпром нефть. Газпром нефть у нас плюс 292. Вот. Там, где мы купили. Там, где мы купили. И он сначала болтался на месте, потом вырос. Это с другого счета. Он у меня сейчас в минусе на другом счете. Я его купил там давно. Больше года назад. АО-система. Здесь как раз опять такая же ситуация. Это вот на другом счете у меня куплено. Она принесла больше стопроцентов. Здесь АО-система у нас болтается пока на месте. И сейчас в минусе. Русаква. Опля. Это сектор аквакультура. Ну, в общем, та самая форель, которую мы покупаем в магазине. Вот она. Она выросла, короче говоря. Газпром. Газпром, смотрите, вырос. Вот мы его опять же где-то здесь купили. И он вырос. Все хорошо. А это на другом счете у меня. Они есть. И они, так сказать, еще больше выросли. С тех пор. Агро. Сельское хозяйство. Вот где мы их купили. Где-то здесь. Они болтались, потом упали. Сейчас в плюсе. Мосбиржа. С тех пор, как мы ее купили, она опустилась и пока еще не выросла. И стабильно в минусе держится. Это акция. Новотек. Купили. И она тут же пошла в рост и устаканилась с хорошим ростом. Полиметалл. Ну, здесь мы ее купили. Она болтается на месте. Это добывающая компания. В основном это серебро добывает. Но там же и золото. И есть редкоземельные металлы. НКНХ. Тоже химический. Насколько я помню. Поболтался на месте и грохнулся. Проблема. Алроса. Ну, как и ожидалось, она подросла, но не сильно. Сейчас болтается на месте. Русал. С русалом все хорошо. Значит, он пошел вверх. Сейчас все хорошо пока. Татнефть. Привилегированные. Ну, мы купили их где-то вот здесь. И они пошли в рост сразу. А это на другом счете у меня. Они больше года. И они здорово упали в свое время. И сейчас они у меня там в минусе. Эталон. Вот эталон у нас грохнулся. Сразу после того, как мы купили. И там же болтается. Где и грохнулся, в общем-то. Вот. И лента. Как видим, что результаты неоднозначные. Да. Лента тоже самая. Значит, она сначала поболталась. Упала, поднялась. Снова упала. И сейчас оперативно в минимуме. Но ликвидационная стоимость 92.173. Но при этом у нас минус 2384 сюда входит. Которые, в общем-то сказать, можно обнулить. То есть, ноли сделать. И тогда получится, что, в общем-то сказать, мы в рублях в плюсе. А теперь давайте посмотрим, что же у нас в целом в разных валютах. В разрезе разных валют. Ну, вот посмотрите. Сейчас вы видите табличку в Excel, которой я пользовался. И я говорил, что вы можете скачать ее там. Все, кто подписался на этот сервис, могли ее скачать с Google Drive. Вот. Там была ссылочка у всех. Я эту ссылочку постоянно обновляю. Я обновляю эту табличку. И если вы подписались на этот сервис, вы можете скачать свежую версию. Последнюю, которую вы сейчас видите. Ну, и я ее регулярно обновляю. Я не снимаю каждый раз видео на эту тему. Вот. Сейчас портфель. На вчерашний день я зафиксировал сумму. Вот здесь у меня на вчерашний день я скопировал. У меня 485. Сейчас 488. Немножечко больше стало. Вот. И фондовый рынок в рублях. То же самое. И здесь уже расчет идет. Вот он. Вот. С учетом того, что я сказал. То есть, с учетом того, что нет минуса вот здесь. Где там минус? ФКИОП. Я его обнуляю. То есть, здесь я учитываю это дело. Вот. И в результате, посмотрите, какую табличку я сделал. Ну, я иногда туда захожу. Не каждый день далеко. И посмотрите. Значит, вот мы вложили 15 февраля. Тут написано в рублях 130 тысяч. Ну, на самом деле, значит, дальше мы продолжали формировать. Где-то вот 131 тысяча 300 рублей примерно было вложено. И или 130-298. Ну, как бы здесь не так играет роль. В общем, так сказать, начальный этап. Потому что вот здесь вот мы в течение недели формировали этот портфель. И потом, вот значит, 9 марта. Это уже он был здорово в просадке. Значит, вот здесь вот все считается в рублях. Посмотрите. Вот. Здесь суммируется вот это вот фондовый рынок московской биржи. Это долларовая часть в Санкт-Петербургской бирже. Я умножаю долларовую часть на курс доллара, который я тоже регулярно вношу. То есть я просто от руки вбиваю курс доллара на соответствующую дату. И я вывел вот такие две таблички, которые показывают динамику. Если в пересчете на рубли считать, то в пересчете на рубли у нас, ну, значит, мы видим, что сначала подросли, потом упали, потом снова подросли. Вот. Если мы считаем в долларах, то, значит, в долларах как раз наоборот. Вот доллар у нас рубль сначала рос, потом, значит, падал, потом снова рос. И, короче говоря, в долларах портфель пока в минусе. Итого, в рублях на текущий момент 0,73 рубля в плюсе. И в долларах минус 1,5% в долларах минус. Ну, на текущий момент я пока не подбивал бабки. Сейчас я это сделаю, наверное, и помещу туда же, в ту табличку на Google Drive. И вы сможете ее все скачать. Если кто пока не подключился к этому сервису, тот может подключиться. Вон там, вон, ссылочка будет. Или вон там в описании. Портфель 100 тысяч рублей. Это легко сделать. Всего 1000 рублей. И вы подключаетесь к сервису. А я потом, значит, буду рассматривать все эти акции. И где-то раз, там, в какое-то, так сказать, количество, там, раз, может быть, в месяц или раз в три месяца будем пересматривать портфель и осуществлять ребалансировку. Но я думаю, что это будет крайне редко, потому что я, в общем-то, считаю, что акции выбраны нормальные. И нечего дергаться по этому поводу. Ну, почему я решил открыть этот сервис, портфель 100 тысяч рублей. Потому что тот сервис, который я всегда рассказывал, модельный портфель, он стал сейчас менее доступным. Потому что сейчас у него там минимальный порог входа 300 тысяч рублей. И брокер очень здорово как бы, ну, боится, что этот сервис признают там только для квалифицированных инвесторов. Поэтому он здорово ограничивает доступ людей. Поэтому я решил, что для людей, которые имеют, ну, небольшие средства в районе 100 тысяч рублей, там, от, скажем, ну, буквально от 80 тысяч до 500 тысяч, можно вкладывать вот по принципу, по которому я формировал вот этот портфель. И, собственно говоря, вот по такому принципу 50 рублей 50 акций, вот здесь 40-40, вот. И здесь все-все описано, как я, на каком основании я вкладывал все эти акции. Вот, то есть я попытался сделать самостоятельно такой же сервис, как модельный портфель. Но для тех, кто подключается, во-первых, а во-вторых, это намного-намного дешевле и удобнее. И можно будет у меня спросить, любые вопросы задать. Поэтому подключайтесь, пожалуйста. Ну, а на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Задавайте вопросы, которые у вас остались еще, значит, там, в комментариях под этим видео. Буду очень-очень благодарен. Подпишитесь на меня, колокольчик поставьте. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.